друзья привет привет все про Нивы про Нивы проезжал я автосалон УАЗов тут у нас Евгения работает Женя привет как бы у меня у самого УАЗа не было вот поддерживаться по двигателям как они быстро гниют не гниют Евгений сам ездить на Патриоте поэтому поехали привет всем интересно стало за Патриот большую часть вопросов как я вот смотрел они якобы быстро ржавеют уточнить какой двигатель какая трансмиссия есть ли автоматы сейчас чем комплектуются УАЗы то есть АБС и российского производства Женя так смотрю этот миллион семьсот пятьдесят один у вас стоит это минимальная комплектация УАЗа да да получается минимальная комплектация тут заводские опции установлен кондиционер и окрашен автомобиль цветом металлика цвета у нас сейчас на УАЗиках на Патриотах доступны только четыре цвета это черный коричневый темно-серый и белый получается белый это единственный который не металлик в принципе сейчас красит новой технологией и вроде пока жалоб не было на окраску то есть увидим в дальнейшем как эта эксплуатация покажет а ты не знаешь вот я знаю что Нивы ну автоваз вообще красят катафорезная ванна называется здесь такая проходит процедура здесь тоже катафорезная ванна да по внешнему виду я смотрю как бы УАЗы таких сильных изменений нету это у них на галогенах светодиодные ленты вот это до простой комплектации колеса идут на штампованных дисках да резина 225 на 75 на это на 16 да а у максимальной комплектации уже на литых но это везде тогда и резины там 235 на 70 идет пороге я смотрю что у минимальной комплектации что у максимальной комплектации я не знаешь вес какой они вообще выдерживает или такой практики не было что они отламываются практики отламывания не было потому что они плотно садятся на металлическую основу и соответственно там нету зазора такого чтобы они отломились сколько баков у них получается сейчас устанавливается один объем 68 литров плюс-минус 2 литра считается слушая баки пластиковые по-моему сейчас да да баки пластиковые но сейчас стали сделать дополнительную стальную защиту завода поэтому посторонних ударов она защищена задние фонари обычные галогенчики стоят покажем разницу между базовой комплектации и максимальной комплектации вот смотрите базовая комплектация открыта здесь две с половиной тысячи объем литра до шторки здесь нету ну то есть как бы да все максимально упрощенное запаска у нас без чехла и смотрим максимальная то есть на здесь запаска идет специальный кожух так и здесь волну тут красиво но это так понимаю дополнительно у меня такой стоит крутой и шторка да в принципе и все больше ничем в принципе не отличается да но я имею ввиду по багажнику у нас да слушать эта тема классно и сок по деньгам примерно примерно 25000 но вещь очень удобная у меня горю стоит я заказывал стюарт 4 на 4 по-моему мне предоставляли вещи ребята обалденно есть возможность конечно такие вещи заказывать по ходу у нас по-прежнему так задние рессоры идут 3 листовые потом амортизаторы спереди это пружины и тоже амортизаторы в принципе простой надежный вариант слушай сейчас электроблокировок как я знаю вроде не не ставят до заказывать автомобиль заранее чтобы эта опция стояла на ней либо уже самим ставить понятно коробки автоматов сейчас вроде тоже нету до автомата у нас попали под санкции как начали вводить двадцать первом году поэтому сейчас ставят механические коробки байк производства это то есть у нас китайские китай да да у нас производитель байк и раздатки косозубы старого образца рычагом включения как все раньше привыкли с одной стороны плюс то что это она стала надежнее нету электромоторчик а с другой стороны это шум добавился но да согласен идем с вами салон так минимальная комплектация материал обшивка так здесь подлокотника не да на этом подлокотника нету очень много места и смотрим максимальную комплектацию которая есть на данный момент здесь у нас как сразу видите подлокотник да так и обшивочка экокожина какая-нибудь с материала ну и выглядит намного богаче так минимальная комплектация сидушки тоже с материалом дополнительно установлена навигационная система но в мультимедиа так кондиционер есть кондиционер да есть как вот доп опции обогревов дополнительно лобового стекла не это зеркала так а главное угла нас здесь какой-то идет глава заводской требования перегла нас а но он работает действительно работа работает так ну и смотрим максимальная комплектация так по дверям замки как бы без бесшумные называются здесь тоже самое ничего нового так сразу что заметил управление зеркалами электро стеклоподъемники а там есть отчет не посмотрел а там тоже самое так здесь да конечно здесь все душечки поудобнее очень удобные так бардачок же не давай расскажи здесь какие функции основное отличие то что нас стоит получает заводская мультимедиа в которой есть камера заднего вида соответственно парктроники установлена навигация и принципе подогрев лобового стекла до имеется подогрев лобового стекла стоит одна зона климат-контроль обогрев передних сидений и еще дополнительно установлен отопитель заднего ряда то есть две печки две печки а в этой 1 на максималке рейлинги стоят здесь нет рейлинги и еще туманочки бампера пластиковые ну как на урбане то него вода знает здесь стоят просто у нас заглушки на патриотах стекла у нас вклеиваются то есть не как на него на резинках а уже полноценно все вклеена проблем нет уже склеенными стеклами если при замене кстати вот здесь лобовое с обогревом и если разобьете ценник на него 17000 на это стекло то есть в принципе относительно адекватная цена это у нас максимальная комплектация жень за mz pro до зима про интересно 150 лошадей которые уже в принципе привычные многим у нас сейчас автомобили они все идут на евро 2 то есть упрощенная экология поэтому катализаторов которые вот была проблем на евро 5 сейчас нету кстати вот на евро 5 катализаторы рассыпались и засасывал двигатель о как и тут вот отличие от базовой комплектации только то что гидроупорок капот стоит в принципе все одинаково остальное все то же самое то есть что дешевая комплектация что максимальная комплектация по двигателям одинаково единственное гидроупора ну а здесь у нас просто стоит палка я поднял капот а он весит ну прилично это не как у него то есть капот очень тяжелый также и ну и самое главное по ценам максималочка насколько стоит максималочка у нас стоит здесь получается заводских опций цвет металлик и установлены дополнительные оборудование торган азер антикоры задние брызговики базовая комплектация также из заводских опций установлен кондиционер цвет металлик и дополнительные опции этого магнитола динамики активная антенна антикоры задние брызговики так это разница в цене сколько примерно получается 206 тысяч 206 тысяч смотрю буханочки стоят три штуки цены разные давай про буханочку расскажи какая цена это максимальная комплектация часть секунды извиняюсь миллион четыреста семьдесят пять восемь мест плюс одно здесь у вас 22 0 6 95 0 4 как бы считается автобус категория b двигатель заим за 409 бензин мощность 100 112 лошадей а чё так мало объем 2 и 7 5 ступенчатый коробка передач 23 года а чё так мало что для нас лошадиных сил получается мотор 409 ну евро 0 идет получается там уменьшен впускной коллектор другая прошивка стоит на двух катушках то есть он немного упрощенный и поэтому сжатый по лошадям до 112 хотя вот мотор по сути практически одинаковый с патриотом идет но основной отличия головка и ее навесная часть сейчас мы по ходовочке посмотрим по ходовке у нас получается автомаге сейчас комплектуется мостами спайсер это всеми привычные еще с хантеров пошли мосты идут рессоры 3 листовые впереди сзади и амортизаторы также у нас максимально простая ходовка чтобы выдерживал все наши дороги как считается автобус 8 плюс одно место да получается сделаны здесь 8 по ходилу по категории залезем максимальная груза ну точнее пассажирские места наши фонарики слушай но вот реально света же никакого не туда не дает но все-таки вот ну ладно это не наше дело как говорится так столик в принципе не складывается то есть он такой постоянно сидушки как на девятке ну в принципе так-то уклон нормальный как бы я не не слаживаю обычно садишься и как бы тебя стаскивать сидений здесь вроде бы удобно так что у нас здесь сейчас здесь удобненько а на задний ряд интересно как я спорить так здесь у нас запасной выход то есть можно раз да и можно выйти принципе удобно вот я сел на самый задний ряд метр 82 в принципе в принципе принципе нормально доехать по полю да 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 какой-то можно конечно же не смотрю две горловины раз горловина два горловина здесь получается чё по два бака что у нас один правый на 27 и левый на 40 литров у нас левый основной в нем насос стоит и получается из этого перекачивается в тот бак при бензин заканчивается но баки надеюсь пластиковые здесь здесь железные в но красавцы ни у кого еще москве 412 был наверно помните вот такие вот окошечки открывались вот с таким фиксатором надежно конечно но непрактично очень непрактично ручки пластиковые раньше такие были металлические но уже прогресс большой прогресс жене я вот знаю вот здесь бак для стекломывайте угадайте где горловина заливная а вот здесь нажать надо вот это вообще супер и так насколько я знаю чтобы залить сюда жидкость короче снимаешь резинку его вытаскиваешь заливаешь и назад ставишь же нет вора правда так резинка не сыхала на тяжкой да но молодцы ребята молодцы так по печке давай сразу вода по трубке ну зато можно на смотри здесь вот ослабил хочешь вверх направил хочешь в бок направил резина да а вот здесь вот а вот заслонка но климат-контроль закрываешь подачу если тебе ногам жарко можешь здесь перекрыть просто-напросто так это патрубок идет на 1 обдов лобового вода у нас два получается здесь управление раздаткой да слушай а я как-то смотрел ребят и вот сюда ключ какой-то там 17 что составляет чтобы они постоянно то есть чтобы не вылетали что ли есть на кафе не курс если раздатка исправны то такой проблемы нет но не знает по управлению вот этих рычагов все уазы ездят на заднем приводе у них подключаемый передний мост правильно что патриота что буханки чтобы подключить передок насколько я помню вот подключается до переним все получается сейчас полный привода до полный привод этим рычагом соответственно включается у нас раздатка но это но этого движения до когда вот ну классно классно удобно очень это только для ленивых там на автоматах ездят там какие-то шайбы придумывает не знаю нам вот именно вот так надо чтобы было до печально конечно так у нас здесь две печки то есть первое это которая но принудительно от радиатора и вот 2 2 печка мотор стоит который уже обдувает на салон до ведь насос дополнительно стоит на эту печку как говорится все под рукой можно из водительского местом перебрать помощи ну да то есть здесь вот это сидение пассажира но не не двигается только максимум спинку можно опустить или поднять можно прикрыть можно открыть подачу воздуха и стоит радиатор у нас на печку который то есть в зимний период если вы ездите и холодно салона закрыла так вот и должно быть теплее до окно и еще вот такой интересный момент есть вот я сейчас садился в автомобиль очень прикольно вот у меня метр восемьдесят два рост у евгения метр девяносто один сейчас может быть даже покажем короче если вы садитесь закрываете дверь у вас нога прямо упирается в дверь чтобы выжать сцепление колено упирается в руль приходится лодыжкой там приграть и то же самое с тормозом сейчас попробуем продемонстрировать так вот смотрите евгений метр девяносто один рост вот он закрылся на ну-ка выжимай сцепление не видно сейчас с той стороны сяду подожди и так смотрите давай же тормоз выжимай то есть у тебя нога упирается в руль до так особо газовать представляете да то есть правая часть ноги упирается ну точно ну это надо попасть прям конкретно чтобы газовать и выжать тормоз по сцеплению то же самое вот смотрите выжимает колено упирается надо попадать от все между рулем и да да чтоб нога туда а расстояние здесь ну-ка ну вот так вот примерно короче у кого высокий рост я считаю что на нем неудобно есть да у кого рост поменьше я думаю ребята удобнее ну конечно это на самом деле реалии такие говорю как есть ну блин я не знаю печально коробка передач переключение так ручник ручник у нас с кнопкой правильно все вот как раз у нас тоже солнычка на печку все под рукой сос это жалю сильно жалю на радиатор точно закрывается открывается сейчас откроем моторный отсек здесь моторный отсек открывается изнутри то есть юаля мы попадаем моторный отсек сюда то есть попадаешь именно салона радиатор такой прям человеческий какой-то такой здоровый я не у всех такие большие на буханках да так по двигателю я говорил за им за 409 до 409 видим что у нас уменьшенные получается вкусно ресивер две катушечки стоят если на потребности индивидуальный то здесь вот такие вот старого образца наш любимый привычный бачок гидро врача самый такой надежный сам насос вот у нас как говорится все под рукой бачок антифриза оттуда как доливать хотя горловина ты она тоже сверху горловина фантазии надо были до дача тут я хотел не смеяться но были пацаны вообще чё я отсюда места нет довольны дырочку прорезать в принципе будет попадать из салона абсорбер до абсорбер установлен так ну понятно слушай а когда при движении еще ищут да надо его изгаляться понятно ладно но по сути то полноприводный автобус за полтора миллиона жизнь правильно так то по сути да получается разница с двадцать четвертом годом там 35000 здесь миллион четыреста семьдесят пять то есть сейчас он стоит если двадцать четвертого года это миллион пятьсот то есть полтора миллиона за до миллион пятьсот пятьдесят так если если она если округлить там со всеми делами да да здесь стоит электро или гидро 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 здесь гидроуслете руля стоит все с этим закрываем так а этот генератор здесь насколько они вообще амперы на тут не помнишь не знаешь слушай а вот масляный фильтр это все снизу да там удобно когда поднимаешь машину или тоже проблема я думаю что там поднимать не на можно подлезть на лежанке ладно так что еще здесь здесь пластик но для удобства колоночки стоят но потолок как на ней у меня как на москвича 412 то есть не жесткий а вот такой-то мягенький лампочки все те же самые до действующий действующий да вот это конечно все не знаю козырьки но козырьки на только все конструкция такая все допиливать нужно да ну и что итоги какие миллион пятьсот пятьдесят автобус 9 местный да по сути других вариантов наверное нет простой проходимый до полноприводный автомобиль и к ремонту в любом поле самое главное увидел электронный блок управления в самом-самом доступном месте и и аккумулятор он стоит основные электро и сиденье вот это регулируется до вперед назад или нет не помнишь но все-таки двигается до вову хоть салазки есть отлично но такой обзор у нас уазов получился с уазами мы здесь закончили и вот стоит такой прицеп прицеп кемпер свобода ценник 732 рубля сам никогда не видел вот перешел и вот он стоит покажу вам первое что если ну-ка я посмотрю как это упору такие мощные они 2 даже открывает постоянно ладно то есть предназначен для того чтобы передвигаться в нем самое главное в нем можно переночевать здесь вот матрасики такие 2 10 даже это говорил 2 2 10 ну да туда ноги на шкафчики здесь розеточки но это надо генератор довозить нет здесь получается установлен солнечные батареи с аккумулятор в нем инвертор да ухты так вытяжки фильтра ну то есть куда-то приехать ну то есть поехали вы сюда закидали вещей вечером остановились на багажник все закинули не упадет вот солнечная панель установлена то есть он можно сказать отцепил его и он будет работать на автономном использовании там есть лямка из под воду насос стоит так же слушай он сделан с чего не пойму алюминий из зеленый пластик ясно так здесь у нас вы остановились открыли то есть от дождя вас спасают вода скатывается вам не на голову а вот сюда и в принципе уходят все отлично можно помыть посуду умыться бак здесь на сколько же не помнишь да не помнишь да вот за счет чего вода идет какой-то насос там стоит или как вот 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 вижу да то есть так здесь у нас посуда очень удобно а вот да бачок все 35 лет отлично отлично в чехле у нас это называется маркиза то есть его расстегиваешь и получается как да вытягивается да палки навес навес наверно да ставишь тульчики здесь сидишь навес у вас там приготовил вот еще раз покажу толщина двери примерно вот так здесь у нас сетки москитные москитные сетки замки можно закрыться каркасом дошли сейчас вот так вот все закрывается открывается ну классно каркас идет у нас из оцинкованной трубы то есть не будет ржаветь ничего да вот цепляете просто за обычный фаркоп подъехали выставили высоту и все так а летом по кондиционеру наверное здесь жарко в нем наверно не знаешь ну 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 ну